Имя для такса мальчика и девочки, как назвать? Большинство хозяев задумывается о том, как выбрать имя для такса мальчика, еще до того, как питомец появляется в доме. Имя собаки – один из основных факторов, на который обращается внимание при приобретении пса. Считается, что кличка влияет на характер собаки и ее судьбу. Кроме того, это то, что будет чаще всего звучать из уст хозяина по отношению к своему любимцу. Основные правила выбора клички для собаки – приобретение щенка, большая радость для хозяев и приятные хлопоты. В том числе необходимо выбрать кличку, как назвать таксу девочку или мальчика в данном случае не имеет никакого значения. Самец таксы достоин звучного имени. Это вопрос первичной важности и решая его, следует соблюдать несколько правил. Кличка обязательно. Должна быть короткой, поскольку ее легко будет произнести хозяину и запомнить такси. В случае экстренной ситуации длинную, состоящую более чем из трех слогов кличку, хозяину будет трудно выговорить, и с псом может случиться неприятность. Чересчур смешные клички для такса мальчика тоже выбирать не рекомендуется, даже если очень захочется. Они будут унижать щенка, и он непременно почувствует это. Помимо хозяев, это имя будут слышать люди на улице, дети, специалист ветеринарной клиники. При выборе клички для такс стоит обратить внимание на их внешние и внутренние индивидуальные особенности. Обратите внимание, если хочется, чтобы кличка была благозвучной, подходила питомцу идеально, стоит не давать ему имя сразу. Нужно присмотреться к поведению, повадкам своего любимца. На это может потребоваться несколько недель. На привыкание к кличке требуется время, как влияет на характер. Есть мнение, что кличка влияет на характер собаки. Существует пословица, известная по большей части в англоязычных странах. Перевести ее можно примерно так, дайте своей собаке неправильную кличку, и смело можете ее утопить. Кличка, это то, что хозяин произносит несколько раз в день, а собака регулярно слышит. Для тех, кто наиболее верит в карму и связь характера животного с тем, как его назвали, существуют специальные нумерологические таблицы, позволяющие высчитывать наиболее подходящее собачье имя. К сведению, многие верят, что выбор клички зависит от знаков зодиака и даже конкретного дня, в который песик появился на свет. Эту версию поддерживает и активно изучает американский ветеринар и астролог Д. Вуд, А. Хигир считает, что довольно простым принципом подбора имени, определяющим характер животного, станет ориентация на буквы, из которых. Оно состоит, и их количество. А. Воспитанная собака, легко подающаяся дрессировке. Б. Собакой можно проводить много времени. На открытом воздухе, брать ее с собой в длительные пешие прогулки. Высокоинтеллектуальное животное. Г. Пес будет разборчив в привязанностях. И отчасти брезглив. Д. Собака часто прячет вещи, делает свои собственные клады. Е. Пес станет полноправным хозяином в доме. Ж. Очень чистоплотный пес. З. Псу потребуется много внимания. И миролюбивая, спокойная собака. И краткая, немного трусливый пес, поэтому. Могут возникнуть проблемы в дрессировке. К. Упрямая собака, которая будет заставлять хозяина идти у нее на поводу. Л. Животное очень. Любит уют и комфорт, ей очень понравится спать в хозяйской кровати. М. Обозначает любопытную собаку. Животное будет очень преданно. Своему хозяину. А. Пес с нежным, милым, трогательным характером. Зимняя такса с упрямым характером. Непоседливая собачка. Предпочитающая активные игры на свежем воздухе. Р. Идеальное животное, прекрасный друг и товарищ. С. Необычная, яркая, с оригинальным. Характером, станет любимцем всех компаний. Т. Чрезвычайно энергичная собака, всегда будет при деле, подыщет занятия и хозяину. Ф. Самостоятельная собака с независимым характером, может игнорировать команда. Х. Верный друг, который всегда будет рядом, и в горе, и в радости. С. Мстительное животное, запоминающее каждую нанесенную обиду. Ч. Очень умная и понимающая собака, интеллект на высшем уровне. Ш. Жестокая, хладнокровная собака. Э. Пес. Любящий много и вкусно покушать, возможны проблемы с пищеварительной системой. Ю. Верная, преданная собака. Я. Животное, уверенное в себе, с чувством собственного достоинства. Обратите внимание, считается, что собаки, рожденные зимой, решительные, с твердым и упрямым характером, летние псы, хитрые, любознательные, покладистые. Собаки весны жизнерадостные и немного глуповатые, а для осенних пород характерно умение идти на уступки. Советы как назвать таксу. Самое главное, чтобы кличка нравилась хозяину и соответствовала характеру и внешнему виду животного. Клички для собак девочек таксы должны отличаться от кличек кобелей. Особенно это касается тех случаев, когда в доме сразу два собаки. Поэтому универсальные имена подбирать не стоит, следует отнестись к этому внимательнее. Если хочется подобрать имя сложное, то пусть оно состоит из двух частей, и привыкнет такса к первой более простой. Конечно, имя должно быть красивым и благозвучным, ведь маленькому питомцу придется жить с ним более десяти лет. Многие предпочитают подбирать имя для своей собаки таким образом, чтобы в нем обязательно была буква Р. Но это совсем не обязательно, поскольку животные реагируют на него так же, как и на любую другую кличку. Если у хозяина имеется несколько вариантов кличек, но определиться он никак не может, стоит подключить к выбору самого малыша. Его можно периодически называть разными именами. На некоторые, песик не среагирует вообще, на другие будет оборачиваться или подавать иные признаки понимания и осознания. Если самой собаке кличка понравилась, она охотно откликнется на нее. Важно, таксы реагируют только на первые слоги имени, остальное для них не принципиально. Поэтому основной совет, короткая кличка или та, которую можно сократить. Подбор клички по индивидуальным особенностям животного. Индивидуальные особенности такс очень важный аспект, на который следует опираться при выборе клички. В особенном подобранном только для нее имени будет отображаться вся сущность породы, ее внутренний мир. В соответствии с родословной, при покупке собаки в питомнике ей выдается родословная, где уже написано предполагаемое имя, в котором, отображено название самого заведения, а также помет, в котором появились на свет щенки, также могут указываться родительские клички. Данная при рождении кличка важна в том случае, если предполагается участие животного в выставках и соревнованиях. Но и в этом случае следует придумать, как сократить кличку так, чтобы собаке было просто откликаться на нее. В паспорте будет записано официальное имя, а произноситься оно будет кратко. Обратите внимание, если же такса приобретается просто в качестве друга семьи, можно называть ее именем, которое не имеет никакого отношения к официальному. Такса, победитель соревнований. Имя в соответствии с окрасом. Чаще всего животных называют именно в соответствии с окрасом. Коричневых, рыжих питомцев можно назвать каштан, рыжик, оранж, бельчонок. Такс шоколадного и мраморного цветов называют созвучно окрасу, шоколад, шоке-шоко, мрамор. Выбор клички по цвету шерсти. Самый простой и удобный вариант, над которым хозяину не придется долго раздумывать. Такса мраморного окраса. Имя в честь кумира, называть животное в честь кумира, не всегда обдуманный поступок. Вряд ли, кто-то поймет через несколько лет кличку, данную в честь кого-то из современных кумиров молодежи, которые сменяют друг друга ежедневно. А через 10 лет об этом забудет и сам хозяин. Другое дело, если такса названа в честь какой-то давно известной личности, яркой звезды науки или искусства, популярного литературного. Персонажа, например, Поттер, Шерлок, Холмс, Пушкин, Эйнштейн, Кинг, Ньютон, Пикассо. Такие клички будут понятны и приятны на протяжении еще многих десятилетий. Их вариантов много. Главное, не стоит выбирать среди мимолетных кумиров и называть таксу, например, Эл-Джем. Такса в костюме Шерлока Холмса. Таинство славянских кличек, список русских кличек. Славянские древние клички становятся невероятно популярными в последнее время. Хозяин вникает в историю имени и называет питомца в соответствии с характером или, наоборот, выбирает с помощью имени те черты, которые ему хотелось бы увидеть в животном. Список популярных славянских кличек такс мальчиков с их значениями. Богомил, Милый Богу. Борислав, Борец за Славу. Велес, Имя. Древнего Бога, почитаемого славянами. Всемил, Любимый всеми. Горислав, Яркий, Пылающий в славе. Милорад, Малый и Радостный. Радогр. Радость гор, наделивших его недюжинной силой. Слободан, Свободный. Тихомир, Сихий и Мирный. Ярополк, Полководец Великого Полка. Обратите внимание, для названия животных часто выбирают имена славянских богов, персонифицированных животных, чертами которого хозяин хотел бы наделить своего любимца. Например, собак часто называют Тур, в честь мощного, сильного быка. Выбор по характеру. Многие хозяева предпочитают сначала познакомиться с животным, изучить особенности его характера и только после этого давать ему кличку. Назвать пса можно так, нюхач, плут, умка, шустрик, соник, бегун, хвостун, обжора, едок, сыщик, пират, в данном случае для каждой таксы можно выбрать свое индивидуальное имя, которое зависит только от поведения животного и фантазии хозяина. Аристократическая жилка, такса, порода, которая изначально считалась благородной и аристократической. Обладателями такс были представители самых знатных семейств, животные там часто использовались в качестве охотников. Особенную страсть к этим питомцам питали англичане. Несмотря на то, что сейчас такса порода довольно распространенная, при выборе клички иногда стоит вспомнить о прошлом любимого пса. Примеры благородных кличек – Агат, Адонис, Амадей, Гран-при, Корсар, Магнат, Крафт, Люкс, Орфей, Цитрон, Янхоль. Забавные, клички, содержащие в себе юмор, не должны быть гипертрофированными. Они должны вызывать улыбку и умиление, но не дикий хохот и указывание на питомца пальцем. Иначе собака обидится, станет замкнутой и обозленной. Важно! Вместе с юмором в кличке должно содержаться достоинство и благородство. Самые популярные среди них – Тролль, Фунтик, Шепито, Киндер, Айфон, Гном, Помпон, Шутник. Хозяину, собаке и окружающим такая кличка будет приятна и понятна, как не стоит называть. Некоторые имена категорически неприемлемы для животных. Не стоит давать собачкам имена погибших ранее питомцев. В этот список входят, нецензурные неприличные имена, содержащие ненормативную, лексику, сложные многосоставные имена из большого количества слогов или частей, человеческие имена, имена с большим количеством, согласно звуков, идущих подряд. Не стоит называть щенка именем предыдущего питомца. Имена не должны быть созвучны с командами. Важно, эти пункты являются не просто рекомендацией, а настоящими правилами. Если назвать собаку, например, гектолеоном в экстренной ситуации, пока хозяин будет пытаться выкрикнуть имя животного, быстро и шустрой. Пес может угодить под машину или попасть в другую неприятную ситуацию. Как быстро приучить кличке? Любой пес, особенно такой смышленый, как такса, очень быстро приучается к кличке. Чтобы ускорить процесс, нужно, любую команду начинать с имени пса, чаще обращаться к нему, используя кличку, всегда носить с собой, лакомство и как только собака повернется на оклик, предложить ей угощение и произнести кличку еще раз. Часто ласкать питомца, используя его имя, выбрать имя для такса мальчика, очень интересное и увлекательное занятие, которое перевернет жизнь и хозяина, и щенка. Правильно подобранная кличка – залог успеха пса в будущем, она сформирует его поведение, характер и отношение к нему окружающих. Приятная кличка также сблизит человека и таксу.